Изучать что-то новое может быть интересно. Новые знания, новый опыт. Вот мы изучили RAID, LVM, файловые системы и все такое. Попрактиковались пару раз, все довольно просто. Но вы устраиваетесь на работу, там есть какая-то инфраструктура и ваша задача администрировать эту инфраструктуру. И то, что вчера было новым и интересным, превращается в рутину. Вам постоянно нужно работать с одними и теми же командами изо дня в день, годами. Где-то пользователей создать и права настроить, где-то бэкап сделать, где-то еще что. И люди ищут способы, как бы это все автоматизировать. Автоматизировать графический интерфейс довольно сложно. Писать новую программу ради какой-то рутины не всегда стоит того. И тут текстовой интерфейс раскрывает себя во всей красе. Можно написать так называемые сценарии, какие команды и как будут выполняться. И запускать этот сценарий либо вручную, либо автоматизировать его запуск, что вообще позволит админу избавиться от систем. Мы работаем с bash, поэтому будем учиться писать сценарии для него. Кто-то называет это bash-программированием, мне лично нравится термин сценарии командной оболочки. Более привычное название скрипты. И давайте сразу поставим себе задачу, которую будем решать с помощью скрипта. Начнем с чего-то простого. Создать двух пользователей. Один из них – user1. Его основная группа будет IT, у которой будут права суперпользователя. Его домашняя директория будет внутри директории homeIT. И его оболочка будет bash. Второй пользователь – user2. Будет в группе users. Домашняя директория внутри директории home users. А оболочка – no login. Кстати, попробуйте самостоятельно вспомнить все команды, которые необходимо выполнить. Для начала вспомним, как это делается. Во-первых, нужно создать группы и директории. Создаем группу IT. Группа users уже есть по умолчанию. У группы IT должны быть права суперпользователя. Заходим в vsudo и добавляем строчку. Дальше нам нужны директории – homeIT и home users. И, наконец, создаем пользователей. Всего у нас получилось 5 команд. Теперь давайте сделаем скрипт. Просто вставим все эти 5 команд в файл с любым названием. Каждая команда с новой строки. Но прежде чем запускать скрипт, надо вернуть все как было. Удаляем пользователей, группу, директории и запись из sudoers. Теперь запускаем скрипт с помощью bash. У меня открылся vsudo. Это один из шагов, когда мне нужно добавить группу IT в sudoers. Добавил, сохранил. Теперь опять проверяем. Все создалось. И это одной командой, не считая vsudo. Но мы говорим про автоматизацию, а мне все равно пришлось добавлять запись в sudoers вручную. Давайте сделаем так, чтобы запись добавлялась без нашего участия. Помните, как мы это делали с RAID? Писали echo в текст и направляли в файл. Сделаем точно так же. Заменим в нашем файле vsudo на echo. Возьмем текст в одинарные кавычки, чтобы bash никак не обрабатывал команду. И направим этот текст в файл etc sudoers с помощью двух символов больше, чтобы не перезаписывать файл, а дополнить. Правда, сама такая команда не сработает. Перенаправление вывода выполняется от моей оболочки, а не от команды sudo. А у моего пользователя не хватит прав записать что-то в sudoers. Можно, конечно, использовать команду t, но вообще, учитывая, что все команды тут выполняются sudo, легче сделать по-другому. Просто сотрем отсюда все sudo, а при запуске вместо bash my script будем писать sudo bash my script. Тогда весь скрипт будет выполняться в оболочке суперпользователя. Это и избавит нас от проблем с перенаправлением вывода, и не будет необходимости внутри скрипта запускать sudo. Но неплохо было бы на всякий случай сделать копию файла sudoers, чтобы случайно его не испортить. Добавим команду выше. Хорошо. Теперь опять удалим то, что создали, и заново запустим скрипт. Сработало. Одной командой мы создали все, что нужно. Чтобы наш скрипт выглядел более самостоятельным, то есть чтобы нам не приходилось каждый раз перед ним писать bash, а также чтобы мы могли делиться этим скриптом с другими, кто, возможно, используя другие оболочки. Мы можем внутри самого скрипта указать, а под какой именно интерпретатор написан скрипт. Так как теоретически у нас в скрипте могут быть всякие особенности, присущие только bash, которых нет в других интерпретаторах. Но тут могут быть нюансы. Нужно понимать, что bash есть во многих системах, но не во всех. Если вы пишете скрипт, который предполагаете использовать не только на гну, линукс, но и на всяких юниксах, где может не быть баша, то лучше писать скрипты под интерпретатор shell. Чтобы указать, с помощью какого интерпретатора запускать скрипт, в первой строчке самого скрипта указываются два символа. Решетка и восклицательный знак, называемые шебанг. После чего указывается путь к интерпретатору. Допустим, bin bash. Но так как в разных дистрибутивах и системах bash или другой интерпретатор могут находиться в разных директориях, есть более универсальный способ написания пути. Давайте так и оставим. Правда, так как теперь мы будем запускать скрипт напрямую, а не передавая его программе bash, ему понадобятся права для запуска. Для этого пишем chmod плюс x myscript. Но написать sudo myscript не получится. Sudo будет искать программу myscript в директориях ее переменной path. И либо нужно поместить myscript в одну из директорий переменной path, либо явно указывать путь к этому скрипту. Достаточно поставить перед ним точку и слэш, если он в текущей директории. Но наш скрипт получился слишком однозадачным. Он нацелен на создание двух конкретных пользователей. Сойдет на разок. Но если понадобится еще создавать пользователей, придется изменять скрипт. Давайте сделаем наш скрипт более динамическим. Добавим в него переменные. Пользователи и группы заменим на переменные user1, user2, group1 и group2. А так как директории совпадают с именами групп, там тоже используем переменные. В строке echo одинарные кавычки, а значит переменная не обработается. Надо немного переделать строчку. Можно по-разному, но я просто оставлю переменную групп 1 за кавычками. Теперь, если мне понадобится выполнить скрипт для других пользователей и групп, я могу просто заменить в начале скрипта значение переменных, вместо того, чтобы переделывать весь скрипт. Опять же, получилось так себе. У нас тут скрипт на двух пользователей в двух группах. А если мне нужно добавить одного или трех пользователей? Давайте уберем все, что касается user2 и group2. Конечно, для второго пользователя придется опять запускать скрипт, но динамичность скрипта это компенсирует. Хотя в скрипте все еще вручную прописаны переменные user и group. Придется для каждого пользователя заходить и менять значение. Обычно, когда мы работаем с программами в командной строке, мы передаем ей какие-то параметры. Нельзя ли пользователю и группу передать в виде параметров, чтобы не приходилось менять скрипт? Можно. Давайте сделаем так. Создадим новый скрипт. Пропишем здесь echo $1, $2, $3. Сохраним и дадим права. Запустим. Ничего. Теперь напишем после скрипта какие-то параметры. Как видите, первые три параметра вывелись. Вернемся в скрипт и посмотрим, что же произошло. Переменные 1, 2 и 3 в виде значений получили соответствующие параметры. Вернемся к нашему скрипту. Заменим значение переменной user на $1, а group на $2. Теперь запустим наш скрипт с двумя аргументами. Первый это имя пользователя. Второй имя группы. Все сработало. У нас появился пользователь user3. Можно сделать наоборот. Добавить интерактивности, как это, например, WordDisk. Допустим, сделать так, чтобы скрипт при запуске спрашивал имя пользователя и группу. Добавим для красоты надпись в начале echo welcome. Дальше используем команду read, который будет запрашивать ввод и сохранять его в переменной с ключом p, который выведет текст на экран. Здесь user и group это переменные, которые получают свое значение от введенного текста. Давайте запустим скрипт и проверим. Все сработало. Тут, конечно, есть еще над чем поработать, но это оставим на следующий раз. Таким образом, мы начали разбирать скрипты. Это, конечно, совсем азы, но тут есть чем попрактиковаться. Вспомните старые занятия. Права, файлы, диски. Вспомните команды. Сделайте из них скрипты. Что-то интерактивное, а что-то не интерактивное. Это все большая тема. Мы к ней будем возвращаться не раз. Но в целом, чтобы хорошо писать скрипты, нужно много-много практиковаться. Я приложу ссылку на цикл статей на хабре.